Надежда Кузнецова встречала сотрудников горгаза на пороге дома. Вспоминает, тогда и подумать не могла, что люди в форме могут обмануть. Она остро нуждалась в консультации газовиков. В её доме подтекал котёл и стоял вопрос о его замене. Женщина и не подозревала, что впустила в дом мошенников. Вот как школьная указочка деревянная, прикоснулась к коробу котла. Говорит, да, да, у вас утечка газа. У нас есть такой прибор, который следит за утечкой газа. У меня это было проблемно, и я как-то даже не додумалась. И уже после, когда они вышли, я уже после поняла, что это мошенники. Надежда Николаевна вспоминает, а помниться не успела, как отдала 5000 рублей за газоанализатор, который стоит на деле в 5 раз меньше. Глупым дуракам старым, да, они, в общем, по льготной цене по 5000. Я говорю, у меня сейчас денег таких нет. Я говорю, я схожу в Горгаз и там куплю, если это необходимо. Они говорят, да нет, ничего, что вы туда будете ходить, вот у соседей есть деньги. Но я видела, что они 16, вот они только что купили. Протекающий котёл пришлось сменить, а прибор без надобности так и пылится на полках. Женщина выиграла несколько судов, но деньги мошенники так и не вернули. Надежде Николаевне ещё повезло. Сумму мошенники называют, мгновенно оценивая благосостояние хозяев дома. Иногда она доходит до 30 тысяч рублей. Необходимо гражданину, во-первых, обратиться с письменной претензией к продавцу, указав, что данный прибор им не нужен, что и ввели в заблуждение по факту обязательности установки данного прибора. После этого необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора по Самарской области, представив все необходимые документы по данному делу. При себе нужно иметь паспорт и все документы, которые выдал мошенник. После их изучения сотрудники Роспотребнадзора подадут исковое заявление в суд для защиты интересов конкретного потребителя. По такой же схеме действуют продавцы постельного белья, водных фильтров и медицинских приборов. Бывает, что покупателям тут же предоставляют кредит на покупку. Если в вашу дверь позвонили и представили с сотрудником Гургаза или другой службы, нужно обязательно позвонить в профильное управление и уточнить, ведутся ли в доме какие-либо проверки. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.